Продолжаю ежедневные выпуски моего видеодневничка. Рубрика «Камчатка. День за днём». В этой рубрике я рассказываю, как в разные годы века минувшего жил наш полуостров в этот самый день. Итак, 16-й день января. Мы читаем газету «Полярная звезда» 1930 года. Мы читаем статью Адамова «Где должен построить городок АКО?» Кстати, обратите внимание, что уже заголовок статьи неграмотен. АКО – оно акционерное камчатское общество. Заголовок должен быть «Где должно построить городок АКО?» Итак, читаем. В связи с переносом на Камчатку главной конторы АКО и расширением его работы запроектировано снесение ряда построек как частных граждан, так и общественных учреждений баня, нарсуд, кооперация, собор с вынесением некоторых из них за озеро. Земельная комиссия при Горсовете уже дала на это свое согласие. А между тем, такое решение, пишет господин Адамов, нельзя признать ни в каком отношении целесообразным. Каждое учреждение, каждый владелец старого домишка, конечно, вправе будет требовать, чтобы его здание на новом месте обновили, а новый участок благоустроили. Все это, конечно, потребует не одну сотню тысяч рублей. Хозяйственные приспособления, накапливаемые постепенным трудом десятками лет, будут потеряны. И в результате жители казенных домов и мелкие хозяйственники, переселенные на новые места, окажутся в худшем положении. Само АКО, построив в центре ряд больших домов и поселив в них, как говорят, до трех тысяч человек, как для города, так и для самого себя, создаст ряд затруднений. Потребуется много культурных учреждений, которые уже негде будет строить. Нужно будет расширить школы, детсад, больницу, клуб, а может быть и строить новые. Нужно будет расширить кооперативы его контору, магазин АКО его контору, потребуется книжный магазин, гостиница, столовые и ряд других подсобных учреждений, вроде различных мастерских и т.п. С расширением же и возникновением всех этих учреждений должно расшириться и жилстроительство. А шириться в городе будет негде, и придется опять кого-то сносить за озеро. Таким образом, совершенно очевидно, пишет господин Адамов, что территория города так или иначе в ближайшие годы потребует расширения. Было бы целесообразнее построить за озером АКОвский городок. Ведь к тому же, с расширением операции, АКО будет вынуждено оборудовать другую пристань для своих пароходов около своих складов за озером. Там и теперь любой пароход может очень близко подойти к берегу. Тогда и к будущему АКОвскому городку будет близко, и тесноты в ковше, и пристани софторгфлота не будет. Кстати, уменьшатся и накладные расходы по перевозке с ковша за город и обратно в магазин. В климатическом отношении место за озером не хуже городского. Солнца там даже больше, горы не мешают. В смысле планировки, нивелировки и других предстроительных условий все благоприятствует. Там действительно можно бы создать сад-городок. Благоприятно разрешается и вопрос с водой. Конечно, если там поселятся мелкие домохозяева, то им придется копать колодцы. АКО очень легко может обеспечить себя водой на склоне нашей Мишенной горы. Ведь площадь южного склона этой горы много больше западного склона Петровской, на которой стоит Петропавловск. Здесь воды хватает на весь город, а там ее совсем не видно. Секрет ведь в том, пишет господин Адамов, что с Петровской сопки ключи выходят наружу, а смешенные они идут под небольшим супещаным слоем почвы, и выходят прямо в озеро. Примером такого ключа может служить тот, который прошлым летом исследовала Аховская комиссия. Но самое главное, что упустило из виду упомянутая комиссия, это большой ключ, вытекающий с восточного склона Петровской горы и огибая последнюю, впадающую в восточный конец культучного озера. Очевидно, комиссия не обратила на него внимания, потому что перед озером этот ручей почти исчезает. Но если взять его на четверть километра выше, то он по количеству воды, безусловно, перевысит наш центральный ключ, питающий водой добрую половину города, баню и пароходы. Провести же от него водопровод – дело пустяковое. Таким образом, и водой Аховский городок за озером был бы обеспечен, а в отношении технического оборудования и горсовет от этого много выигрывает. От членов земельной комиссии, пишет господин Адамов, приходится слышать, пусть Ако деньги тратит, у него хватит. Такое соображение крайне несерьезно. Нельзя так относиться к народным деньгам, да и не нужно упускать из виду, что какой-то процент затраченного капитала население оплатит в цене товаров. А уж без того многие товары Ако так уценены, что наши деятельные комиссии по уценке товаров так рияно, еще прошлый год работавшие на этом поприще, ныне или тихо скончались, или в изумлении крепко стиснули зубы и упорно молчат. Поэтому, делает вывод господин Адамов, решительно нет никакого смысла производить эту операцию с переселением и перестройками, которая обойдется в сотни тысяч, а рациональнее устроить за озером Аковской сад-городок, который и городу поможет расширить и благоустроить его за озерную часть, и тем создаст ценный и хороший городской земельный фонд. Это был шашнадцатый день января, 1930 год, газета «Полярная звезда», Камчатка день за днем.